итак всем привет меня зовут Денису на канале Fred Davis Play мы продолжаем играть в игру под названием little hope это темные картинки антология тоже кажется третья серия не играл у меня 4 наверное были праздники и все остальное итак мы получается дошли в одними одной группой до докуда мы дошли до полицейского участка а второй группой это конечно сложно назвать группу ну ладно дошли до магазина теперь у меня вариант либо залезть я так понимаю сюда в окно да либо сюда на ступеньки двигай что ты делаешь толкнуть помоги серьезно иначе никак но если выбора нет включил все хитрый специально чтобы были так толкнуть-то толкнули вот хочется не лезть ли сюда вот чем вопрос и все же лучше полить сюда ну что подсади схвачу лестницу но если надо моталки все ловите по поводу серьезно полезешь туда если нет идей получше просто жди от твоих гениальных планов столько пользы жди здесь я проверю что внутри я скоро обещаю приоболел так что буду пошло темновато и дай телефон зачем маме набрать мне фонарик нужен там темно ты хочешь меня тут бросить одну даже без телефона с фонариком я постараюсь быстро ладно бери но если что учти получишь по башке бросай ёпты не предупредили чтобы телефон уронил общего прекрасно внутри там безопасно но я не сказал бы что подобных это дичи сочнется осмотреть осмотрели извещение закрытия вступает силу 28 июня 1975 года охренеть брать со склада закушки разную понятно подачи а чё закрыли если же не вы ручки вы ручка упала понятно ладно 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 шутов сука нахуй твою миду может лучше туда были вылезать обратно на башину не лезть по ходу полюбасы обзлазил туда ну да и по через их либо через низ короче похер фонарики чуть-чуть что там боятся сука шо там альбай понятно стоять назад а сюда нельзя да ладно кто-то кто там я понял спрыгнуть не все сюда зайдем тут посмотрим что нибудь картинка ну давай ладно пугаемся значит я найду нож ритуальный причем еще одета елки моталки 1970 года подожди а там записка 1975 место освещения кресту священник ля 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 тропаля была арестована рез был произведен когда вы ли что освещение как-то это понятно короче всякая хера более как обычно а тут она сейчас ниже 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 ответил на наш звонок подащи чуть выше 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 а это все про эту девочку мелкую до типа она была одежда демонами все остальное все сами прохожане типа сбыли за него так мне сюда прых есть кто-то никого там нет закрытая что-то я прыжка не услышал фонарики тихо чё за хуй это блин первой части было поинтереснее в плане нажатия тут только мышкой а прикол то в четвертой части тоже так же само ау то здесь мышка наружка епта хвостиком бежала ты бляха муха ты пизда ты меня напугала не посрался как там дела мышки мышки до чего жуткое место полно старого бесполезного говна конечно иди ко входу эти встречу туда нет сейчас уже иду тут бы не оба сразу же иду я подожди от ушел это веншу это она что такие то мыши ух ты бля опять 25 анджела как это черный ход закрыт тебе тревожно скажи что творится скоро за мной придут утихни жена кто придет обо мне судачат сочиняют наветы какие там могут быть наветы сказывают будто я в союзе с дьяволом будто повинна в колдовстве ну то бессмыслица кто скажет такое я ты откуда ж мне знать уйти противостоять уйти давайте противостоять не подходи ладно но объясните мне как я сюда попал и где я вообще нахожусь придержи язык тебе ведомы слухи о моей жене Эмми что я вас не знаю Джон отвори дверь Джозеф немедля что тебя так тревожит ты переменился платье иное Джозеф ты препятствуешь исполнению закона кто переменился если меня боишь быть в беде как нам быть я все исправлю платье говорит другое не пускай их преподобный маршал у меня есть законные предписания на арест Эмми а он его не видит моя жена ни в чем не повинна видели как она толковала на иных языках кто ее обвиняет Мэри слово детяти вершит судьбу моей жены ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага я отправлюсь с вами я не могу ее покинуть всем действием ты жене не поспособствуешь доверься правосудию отринь страх я сумею все исправить что-то тут как-то это самое попахивает керосином да открой ты уже эту дверь чертову да ладно там же свет горел а взрослыми лица нет ты еще что-то увидел они видели слышали меня там были тонн давать это нет не так они вроде видели меня сложно сказать они были очень напуганы еще что-то видел там опять был священник и женщина арестовала священника священник с игровой площадки не знаю смысла не уловил ты шутишь нет он был так напуган он верил что в Литл Хоуп был дьявол охренеть и во что мы тут ввязались шопу мы облажались вместо того чтобы выбраться из сраного города снова оказались в его центре ой 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 здравствуйте политический участок Литл Хоуп 026 28 мая эндрю что скажете давайте осмотримся давайте осмотримся оглядимся поищем что-нибудь у меня пистолет лично мы уж вернемся из Литл Хоуп пока остальные еще разгуливают по лесам шо там такое поцарапалось даже по здешним меркам это настоящая дыра что-то не так да это место почему-то мне кажется знакомым у тебя есть криминальное прошлое о котором мы не знаем ходил на красный свет эти захолустные участки все одинаковые ну да это аж обычный этот самый полицейский участок стандарт тут где-то должен быть телефон пошли погуляем тихо-тихо давай здрасте ёп твою медь ох ты скотина такая дернула меня вроде ничего такого страшного все равно сипайся тут ничего подожди а тут а что-то есть вот так прошли ничего ну ладно не вида ни сги вообще ни черта страсти и ёпта бля о кто тут кто живет ра чего пири рейнольдс литл хоп российский участок прикольно что у меня мышка показывается я не понимаю даже хоть так на экране и нет закрыто давай сюда пойдем а может и не пойдем что-то я стримаю войдите о ёпт а сюда нельзя да а не можно я понял короче мне туда ладно пошли сходим а тут еще какая-то дверь а сюда нельзя джон пошли со мной джон а то я эндри то бишь мне очков а заключенный попал пошел нож меч пила палка ну сдвигай и шо это я все потерял боже 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 чувак если ты сидел или лежал то я синхерт все потерял управление немножко дурацкая давай шевели копытами так сюда давай что ну тут участок ту 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 литр хоп ля 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 все остальное да байлд что значит байлд а построено 1608 снесен не понял тюрьма старая ведьма обалдеть обалдеть в 1692 году варенье судов над ведьмами в литр хоп многие из обвинения обвинения ё-моё были заключены здесь обвиненных что вообще горлышко садится на это ищите 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 будешь собаками давай протирай все и что это почетная грамота выдана по сельскому участку литл хоу 16 января 1972 года офицеры Джордж Райнольдс и Энри Хомон получили звонок о пожаре в жилом доме ага это тогда когда это самое нагорел скорее всего они добрые за место пронесения так бабушки сметят да 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 семья бабушки ля 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 и получили грамоту тихо это радио да так провод опроводу это выход не так уж как бы можно смотать фишка в том что эстерация поломана то как бы ничего страшного нет по большому то счету можно было бы взять кончики обчистить закрутить свет к цвету и все было нормально что-то должно быть именно я должен найти да походу все что мергнуло не показалось а телефонный что это телефон что за а что это такое луна полумесяц тк прикольно и все обалдеть как много информации просто я не пойму я хожу с фонариком они без как они что-то видят телефон ну и шо у нас победитель вот телефон это может быть выход а может быть вход вот нет полегче может хватит реагировать на неудачи как ребенок вот тут смотрите провода нет тут где-то должен быть кабель а не леша его это самое ну капель в поищите телефон этот кратый подключить я тут был я тут не был опа не открывается ладно телефон и кабель тот аврации ищите я чувствую мы что-то найдем ищите мой что это это чё за нахер я чё-то не письмо ёпта как думаете ответить в наушниках играть давайте подумаем наверное стоп давайте подумаем подумали да поднимите же трубку вы что хоть раз в своей жалкой жизни побудьте мужиком ладно алло кто это что говорят наладьте контакт скажите что-нибудь с кем я говорю не понял кто это но по голосу похоже там нервный срыв несет бред положите трубку это слишком не кладите это наш шанс узнать таки что здесь происходит бабка ты задолбал число опа на здрасте ой мелкая подойди мэри услышь меня ежели поведаешь о нашей тайне вечные муки ожидают твою душу ты ведь разумеешь не так ли злые слова не покинут мои уста хоть хоть было слово молча об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие преподобный пора начинать минуло много времени ступай к родным ох и шапки конечно тебе текки я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой дьявол отец лукавства все его слой иного им не дано лица не нарисовали замолкни но и что нам делать ни звука надо сидеть тихо да понять что происходит просто посмотрим узнаем что будет помилуй преподобный карвер но я не верю что соседи мои кто знает меня скажут супротив меня им все ведомо ведомо моя добродетель я не попадусь в паутину твоей лжи дьявол укрывается там где его ждут менее не игрушка дьявола преподобный ого охерел молю суд простить но от слов не откажусь моя супруга невинна я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа чей дом сплошь пропитался серным зловонием остановись подойти какая разница давай туда подойдем блин девка почтенный судья вынеси вердикт без дальнейших отлагательств не то мы позволим силам тьмы злой волей склонить решение себе на пользу нет мэри что такое мэри сестра что с тобой что за не вмешивайтесь что сотворил ты с чадом ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом бедняжка словно одержима твоих рук дело это ложь преподобный по что ты так не взлюбил меня мы узрим всю правду эми коснись мэри поглядим что будет ежели я прав твоя дла не исцелит ее от напасти и докажет суду что ты ее околдовала давайте я больше не вынесу не могу больше смотреть все почти кончено ты в безопасности опа на ну то картузык они среди нас они среди нас выключилось нет нужны ли еще доказательства тому что дьявол поселился в Литл Хоуп может наоборот молитесь же ибо дьявол ныне подли вас любовь господа спасет нас ох и девка что это была за херня это взаправду суды над ведьмами были сотни лет назад в основном более трехсот лет назад как мы тогда это увидели боюсь я не способен это объяснить в этой девочке был какой-то припадок как думаете в чем дело это все на ерунда по ходу я испугалась прикольно это девочка была в лесу я знаю эту девочку это ее мессенджелы видели в лесу та женщина мой двойник что будет если ее признают виновной в Литл Хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть утопление повешение сожжение будем надеяться что ее признают точнее признали невиновной очень часто женщин обвиняли злонамеренно завистники или же гнусные лжецы как эта девочка всякие подонки которым лишь бы испортить жизнь своим соседям она просто ребенок то походу нет согласен девчонка точно знала что делает когда подставляла Анжелу 2.0 та женщина мой двойник была так подавлена просто в отчаянии да смотреть было тяжело ее мужа похож на вас потому что она похожа на Анжелу 2 я еще кое-что заметил ее муж был похож на вас профессор пара возле девчонки была очень похожа на Дэниэла и Тейлор да-да да что все это значит не открывайте ладно ладно идемте ты привела к нам в жопу положу ползающую идите отсюда нахер Тейлор мы здесь не получается дверь открыть у нас тоже похоже заперто давайте все наляжем на ручку и 3 2 1 оооо давай чуть мюшку не лопнуло Тейлор профессор нашли что-то что нам поможет не абсолютно ни хрена только кучу хлама все еще думаете что стоило разделиться думаю я готова рассмотреть теперь и другие варианты рада что вас это веселит лично я думаю мы по уши в дерьме знаешь про своего двойника ее обвинили в колдовстве не только обвинили судили признали виновной приговорили к смерти надо узнать что грозит этой женщине что произойдет с ней дальше идея неплохая но как мы сможем это узнать туда мы уже ходили возможно ответ скрыт в одном из неизведанных направлений ну что ж что такое это просто безумие мы понятия не имеем во что влезаем потискать захотел что-то его установил слышь какая мы справимся мы точно справимся кто бы мог подумать под личиной ботана скрывался герой у него пистолет большой ствол в штанах ну ствол между прочим поможет от того человека который бегает и за кого я теперь играю за джона да я так понимаю ну конечно джон главная дорога 28 0 42 мая видите студентов к городу туман то все сильнее что ты прилипла ёпта тут и вообще нормально прилипала не нам туман сильнее чем сильнее туман тем сегодня меня сжимают зачем было отправлять сюда автобус да незачем все как всегда аварий на дороге может из-за тумана нас отправили в объезд у нас не было шансов выбраться какой туман авария была зашибись мост мосту то тютью слепая лишь вода черная не хочу к ней приближаться темно поэтому и черная по краюшку только итак кто первый профессор вы твердите что вы главный так что ну ладно ладно ну да а это безопасно что-то изменилось вороны полетели сейчас не бойся будет фигня мы с профессором тебя быстро переведем успеть поймать момент так мы вас переведем неизвестно посмотри это ну да мы вас переведем хе-хе-хе-хе ух какие туфельки так надо внимательно смотреть за этим самым нажатием а то потеряю кого-то ты чё показалось нельзя по одному было идти нет отличное туман уходит зашибись боже что же делать медлить нельзя ворон девять футов это типа опять да чтоб тебя ну здрасте в году 1692 мы собрались дабы засвидетельствовать праведную казнь нет да ее воду признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья помолимся за упокой ее души я не делала дурно я не ведьма я не заслужила смерть ой 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 кто черт возьми почему вы так похожи на анжелу я не знаю анжелы я простая жена хорошего человека фермера я ни в чем не повинна Теперь точно есть жопа будет. Да-да. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. А, девочка. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Беж вас самик. Айзек. А-а-а! Хо-хо. Надо было ничего не говорить, наверное. Легка, а какая разница, все равно все произошло, правильно, все равно выкинули. А где это? Побенка. А, а, вон на той стороне. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. Та шо, шоу. Э-э, давайте нам минутку. Дайте нам минуту, ладно? Мы пережили серьезное потрясение. В смысле серьезное? Дайте минуту. Так, они видят, что этот труп всплывет. И шо это было? Тапок? Ли ботинок. Че вы встали-то? Ладно, я первый. Ты шо, в воду пойдешь? А-а-а. Ладно, вы двое, спускайтесь. Даже так? Ой, да ладно. О-о-о-о, он почалось. Что это, тварь? Что это, тварь? Отлично. Что это такое? Бегите! 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 Бегите, фу, гадость. Свалите оттуда! Бегите! Осторожно! Черт! Мерзуй. Не бросайте меня! Увы, но ты будешь трупом в этом случае. Помогите мне! Что это? Сейчас, сейчас! Э-э-э... Давай попробуем. Я верну за вами, Джон! Держитесь! Спасти бабу. Лужик, хватай мою руку! Подпрыгни и хватайся! Э-э-э-э-э... Вот давай, ладно. Пусть изменилась. Шикарно. Сейчас потеряется, походу. Мы Джон потеряем. Или может быть такого? Да давай, ёлки-палки. За погалкой бежит. Походу что-то чувствует, наверное Теперь, наверное, Джон и Джон А, Джон сам вылез? Молодой, нормально Ага, не потеряли А в этом самом В открытке было такое, что могли потерять Походу изменил Ход событий чуть-чуть Да, судьба Анжелы была на волоске Ее чуть не постигла участь Хуже смерти Ага, значит, надо к открыткам Смерти нет Ничего такого ужасного Отлично Пока обошлось без жертв Все могло обернуться иначе Учитывая, как поднялись ставки Тот пистолет мог спасти кому-то жизнь Не так ли? Или отнять их? Ах ты, ешкин-матрешкин У юноши есть интересные теории Возможно, как предложил Эндрю Одни перерожденные души своих исторических двойников Или вы поддерживаете теорию Дэнию? Что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался О, что за буря поднялась в душе Мне снилось по безрадостной реке Угрюмый лодочник В стихах воспятый Меня повлек в обитель вечной ночи Думаю, это возможно Может, водитель что-то прояснит Надел Наверное, совершенно ничего не понятно Двойники Призраки Ведьмы Демоны И смерть Что, скажите, на милость Может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним Я получил разрешение Дать вам одну подсказку В Библии, что ли? Хотите? Конечно Ну что ж Мы с вами еще раз обратимся к Барду За тайным Наставлением Я встречал Да Да ладно Я же встречаю Всех Акт 5, сцена 1 В которой Клеомен умыляет Леонта Простить себя За смерть Гермионы Пора вам поступить Как небо Которое простило вас Забудьте то Что позабыли боги Подсказка Подсказал ее Идите же Вам нужно продолжать Как бы ни было страшно Это намек? Что скоро будет кто-то йог? О-о-о-о Понеслась Стойте! Какой? Там уж убежали Что это была загребанная хрень? Никогда такого не видела Оно как Выползло из кошмарного сна Видели? Страшный жуткий рот Мертвые пустые глаза Главное его больше нет Я уже думала Оно меня схватит Я чуть не смогу Ты напугалась до смерти Кладбище Литл Хоу Шикарно Но нам удалось свалить оттуда Мы все целы О да Слава богу мы целы Мы в безопасности Курс изменен Шикарно А теперь вы расскажете мне Что случилось с моим двойником на мосту? Вы можете и сами догадаться Но расскажем мы все в подробностях Что это вам даст? Кто-то видел что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко Наверное Да ну на Пойдемте уже А тут бегущие лабиринты да? Кто-то бегает Так ладно Закончим на этом На сегодня Увидимся в следующей серии Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok